Всем привет! Снова с вами Макс и сегодня мы в проекте Digital Combat Simulator и коротенький взгляд такой на самолет Mirage 2000 мне он понравился тем, что у него совершенно уникальная система Fly-by-Wire дистанционного управления куча аэропланов есть просто с механическим бустерным управлением в DCS а этот мне понравился, ну, уникальным, наверное, своими характеристиками так, значит, у меня сейчас половина заправки, никакого вооружения видимо, только пушка стандартная, простые метеоусловия ветер, ну, без направления отсутствует, в общем, да то есть для того, чтобы мы могли взлетать и приземляться на эту полосу в любом направлении мы даже сейчас не будем давать форсаж на взлете и оборотики будем держать низкие нам нет задачи разогнаться и набрать много высоты потому что мы планируем как можно скорее развернуться и выполнить конвейер в обратном направлении на ту же самую полосу вот мы взлетели, даже не убираем шасси, колеса и продолжаем, значит, полет на 200, может быть, 210 узлах вот она потихонечку, скорость растет я позволю ей потихонечку расти и немножко прибрал я, естественно, чтобы она не росла очень сильно и где-то вот здесь, немного отлетев от торца даем полный газ, да, то есть форсаж у нас загорелся и тянем на себя, что есть силы, система дистанционного управления надо все равно будет ограничивать по углам и по перегрузке перегрузки на таких скоростях она не позволяет вывести большие убираем газ на малый, разворачиваем аэроплан сейчас у нас сработает сигнализация срыва вот она пищит мы снова ставим самолет вдоль оси ВПП и позволяем ему падать практически отвесно, да, на скорости 80 узлов с приближением земли добавляем газ сводим его с углов атаки, да, позволяем им немножечко разогнаться и выполняем посадку на ту же самую полосу в обратном направлении, да и сделаем это еще раз выполним сейчас конвейер вот как он мы сейчас пока не будем его сильно так вот прилунять так, поехали дальше я сейчас не буду его разгонять максимально сразу проедем половину полосы вот так на задних колесиках очень мне понравилось, что здесь на HUD Head-Up Display или ILS по-нашему, да, есть такой тренд скорости, да то есть растет ли она, либо падает добавляем газ, взлетаем повторюсь, колеса не убираем летим в обратном направлении позволим себе долететь, вон, наверное, до линии роста деревьев и в обратном направлении потом выполним посадку таким же методом ну, я не знаю, не могу себе представить, что на каком-то поршневом самолете можно было бы изобразить что-то подобное а это просто, ну, такое веселье, да полный газ, поехали, проконтролировали загорание лампы форсажной камеры тянем на себя система старается 20 градусов углы атаки перегрузки на таких скоростях незначительные вот сейчас мы в верхней точке имеем уже меньшую скорость чем было у нас на первой, так скажем, полупетле, да или три четверти петли и продолжаем так же вертикально снижаться практически отвесно система делает для нас самолет стабильным то есть мы не чувствуем никаких завалов по крену там, гуляний по рысканию, да добавляем опять оборотики ровно настолько, чтобы нам и не разогнать самолет и в то же время остановить вертикальную скорость и не дать ему разогнаться, чтобы он не сошел совсем с углов да, то есть мы его оставим на каких-то таких углах близких к посадочному и вот теперь, наверное, можно газ на малый и потихонечку приземляемся, да вот, и опускаем переднюю стойку и тормозим вот такой вот интересный аэроплан мне очень понравились его характеристики просто, наверное, еще отдельный какой-то выпуск сделаю на тему как весело летать на таких свистках на больших углах атаки не испытывая огромных перегрузок на малых скоростях но с помощью их систем управления и с помощью мощных двигателей спасибо, что сегодня прокатились со мной пока, до новых встреч!